Я Еремин Вячеслав Вячеславович, 01-04-76 года рождения. Уроженец станицы Денской города Краснодара, Краснодарского края. Это не наша война. Я вообще не понял, чему тут делать. Особенно я не понял этих товарищей из ДНР. Я вот, допустим, человек, я наркотики не употребляю, водку очень редко пью. Ну, то есть как бы трезвая голова, она всегда трезвая голова. У них утро начинается с бульбулятора. Вот это меня насторожило. У нас в доме свой бульбулятор. У командира элитный бульбулятор. И вот они там собираются с утра. У них вот эта бутылка. И вот они все его там... Короче, все приближенные, которые там находились. Они не воевали, они оттуда не выходили. Просто получали зарплату. И просто там находились. А потом, когда еще дали зарплату, Главное, там дали зарплату 195 тысяч, А по приезду сюда уже 174. С чего они пляшут, я не пойму. Тут подоходный налог начали брать или еще что-то. Ну, сам факт. И все. И вот те мобилизованные, с кем я общался там, Они уж до такой степени Хотят убежать, их в отпуск не отпускают. Просто не отпускают. Один со мной, который был там мобилизованный, Его три раза отложили в отпуск. Он уже все. Ну, я смотрю, он все. Прямо реально у него, он сошел с ума. Он уже не понимает, что происходит. Вот. Он ничего не хочет. Он просто вот как амеба ходит. Был молодой, 31 год. Полгода прослужил. Его стоит замкомандир рот. И не знаю, куда он. Он себе рейндж-ровер покупает. И не стесняясь на нем там ездить. В тот момент, когда россиян туда гонят, И они гибнут там просто. Еще сам факт, что меня удивило. Даже на тех территориях, Где можно вынести двухсотых, Они лежат там по 2-3 месяца. А почему? Дать за них бабки получают. Они находятся без вести пропавших. Ну, я когда шел туда, Я был где-то, вот они лежат, вот они лежат. Почему их нельзя вынести? Гибнут россияне. ДНРовцы почему-то перестали гибнуть. Потому что они не выходят в поле боя. Они все говорят, А что ты нам от российских медалей не даем, блядь? Я потом только начал понимать. За российские медали вы кто такие? Ну, кто вы такие за российские медали? Поэтому я очень разочаровался. Для меня они были, да, Когда я был на той стороне. ДНР, да, там прям так звучало. ДНР. ЛНР не так, я как-то за них. А вот именно ДНР. Ближе к Краснодару ДНР. И как-то ДНР, ДНР. А, по большому счету, Шайка наркомана. Как я до этого говорил, я планирую написать книгу. У меня та сторона уже вся, в принципе, готова. И давно я планировал написать. А эта сторона у меня будет готова, если я отсюда выберусь. И вот, когда я опишу эту сторону, а плюс я еще опишу сторону ДНР. Именно ДНР. Кого они там брали, Какие они там освобождали, Они себя освободить не могут. Самого себя. Вы герои. А мы к вам приперлись. Вот это, вот все, что я могу вам сказать. И то, что Отношения ваши, Хотя там сказали, попадешь в плен, Это просто пи***ц. Вот результат. Я сижу перед вами, Разговариваю, Без всяких там... И нацизма я здесь не увидел совершенно. Совершенно. Нацизм, да, у нас там процветает. В Москве.